добрый вечер уважаемые трейдеры с вами мария кухтой вы смотрите рубрику пульс рынка с марией кухтой в сегодняшнем обзоре ребят как всегда будут свежие торговые идеи для вас на предстоящую неделю также посмотрим предыдущие мои публичные торговые рекомендации посмотрим текущую картинку по этим инструментам значит я напомню что данный видеообзор выйдет на моем youtube канале мария кухта трейдер сегодня воскресенье 3 сентября и на youtube канале компания маркет с видео продублируется завтра в понедельник 4 сентября ну что ж давайте начинать и начнем со свежих торговых идей на предстоящую неделю по валютному рынку ребят сегодня будут торговые рекомендации и начнем с австралийского доллара но прежде чем перейдем к анализу текущей ситуации по тем инструментом которые я для вас отобрала я бы хотела сказать что по этим валютным парам а именно австралийский доллар против американского доллара нзд и usd валютная пара и доллар иена по этим значит инструментом я уже давала торговые рекомендации еще на прошлой торговой неделе а именно в четверг 31 августа на своем youtube канале мария кухта трейдер то есть сейчас я делаю фактически апдейты этих торговых рекомендаций расскажу остаются ли актуальны эти торговые идеи и для зрителей youtube канала компания маркет с принципе есть торговые идеи будут сейчас свежими поскольку поскольку если вы не подписаны на мой youtube канал мария кухта трейдер вы соответственно значит впервые получаете от меня соответствующие торговые рекомендации но напомню для того чтобы вы всегда вовремя получали от меня торговые идеи публичные вы можете подписаться на мой youtube канал личный youtube канал ребят мария кухта трейдер где я как по выходным записываю обзор с торговыми идеями до которые в принципе дублируются на это канале компания маркет таки на протяжении торговой недели могу записать обзоры с рекомендациям торговыми с анализом основных финансовых инструментов если вижу хорошие какие-то торговые моменты торговые картинки что я в принципе и сделала в четверг 31 августа уже вечером значит записала обзор с торговыми идеями по out юзды и нзд юзды и доллар иене более подробно о этих торговых рекомендациях и их отработки я расскажу во втором блоке сегодняшнего обзора но первый блок давайте начнем с текущей картинки по этим инструментом и начнем с австралийского доллара и так валютная пара out юзды текущая картина подтверждает ланги поэтому советую работать в лонг по австралийскому доллару смотрите какая у нас ситуация здесь образовалась в принципе паттерн в силе ланговый паттер тот же который я озвучила в четверг у себя на youtube канале на обзоре значит тот же паттерн у нас в силе мы удержали поддержку 0 4 50 откатная поддержка есть три дня консолидации выше данной ценовой зоны несмотря на то что пятница у нас закрылась локальным давлением вниз но отмены ребята лангового сценария у нас нет почему потому что паттерн остается актуален есть два хороших ланговых импульса вот первый импульс который у нас произошел 21 22 23 августа после чего коррекционное снижение мы уже видим что это коррекционное снижение потому что произошло ланговые перекрытия то есть второй импульс 28 29 августа и вот это перекрыть с ланговой подтвердилась консолидации в виде трех девочек это среда четверть пятница на прошлой торговой неделе откатная поддержка присутствует 0 4 50 ценовой уровень поддержки но я хочу отметить еще такой нюанс у нас возможен лонг как текущих так и возможен лонг еще после какого-то коррекционного снижения которые мы будем уже перекрывать свежим ланговым импульсом поэтому пока мы находимся в рамках последнего лангового импульсного роста то есть движение о с 28 и 29 августа пока мы консолидируемся в рамках этого импульса либо консолидируемся либо будем как-то корректироваться уже посмотрим по факту пока на текущий момент видно только что мы консолидацию здесь делаем то есть удерживаем откатную поддержку и три дня консолидируемся выше поэтому пока инструмент находится в рамках вот этого импульса до тех пор мы будем защищаться этим импульсом этим ланговым перекрытием для того чтобы дальше работать в лонг либо с текущих будем уходить наверх либо как я уже сказала будем еще как-то здесь добирать торговую позицию но тем не менее отмена лангового сценария это закрепление ниже импульса в районе 0,64 с копейками то есть минимума с которым мы показали вот этот последний рост поэтому ланги по австралийскому доллару рассматриваю но больше всего склоняюсь к лангам с текущих возможно еще в понедельник мы сделаем какой-то тест поддержки 0,6450 как-то вынесем вот этот еще минимум пятницы прошлой торговой недели почему потому что чуть-чуть давление вниз мы находимся не исключаю вариант еще локального какого-то выноса в моменте но все-таки основной сценарий остается тот же который я озвучивала у себя на youtube канале в четверг 31 августа это ланги ланги по аут юзде с целью на прорыв сопротивления максимума в прошлой торговой неделе 0,6520 и выше поэтому ребята интересная очень картинка у нас здесь рисуется по крайней мере коррекционные локальные ланги я здесь вижу возможно даже и разворотные какие-то моменты здесь будут у нас сформироваться но пока не буду забегать наперед пока вижу по крайней мере локальные ланги если свежие движение наверх которые у нас закономерно произойдет из текущего лангового паттерна будет дальше подтверждаться таком случае будет дальше у себя в закрытом канале ребятам советовать покупать австралийский доллар и сопровождать соответственно свои торговые позиции поэтому по австралийскому доллару интересный момент для по крайней мере локального роста у нас присутствует и по максимуму это от текущей ценовой зоны от текущего локального лангового паттерна можно увидеть разворот наверх против против шартовой тенденции которая у нас образовалась за последние два торговых месяца нисходящая тенденция нисходящий тренд присутствующий по австралийскому доллару вот такая картинка в принципе свое мнение озвучила давайте посмотрим нзд и usd тоже интересный момент у нас здесь присутствует по новозландскому доллару ситуация та же ребят ситуация та же что и с австралийцем смотрите есть у нас ланговый паттерн ланговый паттерн который формировался последние полтора торговых недели все элементы этого торгового паттерна здесь присутствуют последнее перекрытие импульсное которое произошло 29 августа это наша текущая защита что это значит это значит что если будем пробивать и закрываться ниже минимума импульса только в таком случае у нас произойдет отмена лангового сценария поэтому в силу наличия самодостаточного лангового паттера по новозландскому доллару против нисходящей тенденции которая у нас образовалась за последние два торговых месяца но учитывая факт наличия паттерн лангового как я уже сказала можно пробовать работать на покупку можно с текущих рисково открыть ланги почему рисково потому что тоже чуть в давлении вниз находится нзд и usd но тем не менее тем не менее я думаю что учитывая то что уже три дня последний торговой недели мы удержали ключевую поддержку 0 59 40 откатная поддержка образовавшуюся в рамках лангового импульса поэтому все таки думаю что из текущих есть шансы для того чтобы уходить наверх по новозландскому доллару покупки актуальны ребят все покупки которые я озвучила для вас еще на своем youtube канале видео от 31 августа поэтому дальше дальше продолжаем работать в лонгпоинтсд и usd от поддержки откатной 0 59 40 с целью на прорыв сопротивления 0 60 копейками да и максимум в пятницу 0 60 15 ценовой уровень сопротивления как как и по австралийскому доллару точно так же и по новозландскому доллару вижу по крайней мере локальный рост возможно и разворот наверх но для того чтобы увидеть разворот наверх по данному инструменту все-таки нужно дальше будет сопровождать покупки сопровождать ланговые свои позиции видеть дальнейшее подтверждение ланговых импульсов если таковы произойдут конечно же и тогда можно будет дальше сопровождать уже торговые значит сделки на покупку по онландскому доллару в среднесрочной перспективе также как и по австралийскому доллару у нас здесь присутствуют интересные моменты для движения наверх поэтому торговые идеи для вас на следующую неделю это лонгпоинтсд и usd в рамках самодостаточного лангового паттерна которые я отобрала для вас и проанализировала по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг ребят все моменты моего понимания рынка все моменты как я понимаю рынок как я анализирую рынок я рассказываю на индивидуальных курсах обучения так и еще один инструмент на который я бы хотела обратить внимание это доллар иена ребят что по доллар иене смотрите сегодня во втором блоке я разберу доллар иену почему потому что я на самом деле еще ранее светло шарси есть данный инструмент на своем youtube канале мария кухтатрейда 31 августа записала в обзор в котором светло открывать шарты по данному инструменту первую цель мы достигли в принципе ближайшую поддержку здесь шарты себя неплохо отработали что дальше я считаю что несмотря на вот этот выкуп который у нас произошел в пятницу 1 сентября по данным инструменту у нас шартовые предпосылки сохраняются есть шартовая комбинация до контр трендовая до сложная картинка все-таки есть некий момент да потому что у нас все таки инструмент в ланговом как локальным краткосрочном тренде так и в среднесрочном ланговом тренде но есть предпосылки для разворота против и этих этих трендов то есть вниз по валютной паре доллар иена поэтому доллар иена шарты ниже максимумов которые у нас образовались в уровне 146 и 5 146 55 ценовой уровень сопротивления с целью на достижение тоже на локальной поддержки 144 и 6 и ниже пробиваем эту поддержку дальше будем улетать вниз по доллар иене и следующая цель для падения и эта поддержка 141 и 6 поэтому здесь тоже у нас присутствует самодостаточный шартовый паттер почему самодостаточный рассказываю на индивидуальных курсах обучения ребят мои ученики понимаю что имею ввиду сейчас по доллар иене видите у нас пятница пятница несмотря на то что вы купили данный инструмент она закрылась в рамках предыдущего давления вниз то есть импульсов вниз которые произошли 29 и 31 августа поэтому в рамках этого давления у нас образовалась внутренняя дневка внутренняя дневка которая подтверждает предыдущие падения поэтому отмена шартового сценария по доллар иене у нас нет соответственно торговая идея для вас актуальная даже можно рисково с понедельника попробовать открывать шарты шарты с текущих как сопротивление можно также озвучить максимум пятницы 146 и 3 ценовой уровень сопротивления то есть не обязательно ждать отката до 146 и 5 уровня да мы можем с текущих принципе попробовать как от откатной дневочки пятничной в рамках предыдущего давления вниз с целью на достижение поддержки 144 65 и ниже ну что ж это были свежие торговые идеи для вас значит проанализировалась картинку по тем инструментам которые считаю интересными для анализа для торговли можете воспользоваться моими рекомендациями значит и давайте теперь переходить к второму блоку сегодняшнего обзора и это разбор моих предыдущих публичных торговых идей давайте еще раз сакцентирую внимание на том что на прошлом прошла торговой неделе от меня вы получили два видео то есть два видео обзора с торговыми рекомендациями первое видео и это то что вышло на выходных в прошлую субботу торговые идеи по фондовым индексам и второе видео то что вышло в четверг вечером 31 августа по out usd и usd и доллар иене давайте разберем по порядку ребята фондовые индексы ну смотрите на выходных записывала обзор в котором советовала открывать продажи по фондовым индексам на самом деле у нас индексы смотрелись на продолжение продолжение краткосрочных шартовых своих тенденций нисходящих тенденций но хочу отметить тот факт что в закрытом канале я не давала продажи торговые идеи на продажу по фондовым индексам почему потому что на самом деле точек входа не было то есть если еще пятница у нас более-менее как-то подтверждала предыдущие падения да вот подтверждение предыдущего перекрытия от 24 августа то уже с понедельника мы увидели поджаться наверх о чем я проинформировала своих подписчиков значит закрытого телеграм-каналом випре кухта и что я в принципе продублировала и в открытом телеграм-канале мария кухта трейдер поэтому ребят если вы подписаны на мой открытый телеграм-канал вы могли видеть пост в котором я написала что точек входа по фондовым индексам шорт у нас нет поэтому с понедельника фондовые индексы ушли на поджаться наверх чем значит не подтвердили актуальность продаж наоборот уже фактически мы перекрыли полностью предыдущие падения таким образом мы с вами смогли уже увидеть что вот это падение это не импульс а это падение это всего лишь навсего коррекция в рамках предыдущего роста соответственно здесь был у нас уже сформирован лонговый паттерн который дал локальную отработку то же самое у нас произошло и по доу джонс и по дакс поэтому как я уже сказала точек входа у нас не было на продажу я соответствующий пост написала и в закрытом канале и в открытом своем телеграм-канале марии кухту трейдер полистайте если интересно значит можете посмотреть а то что сейчас я могу вам показать этот пост значит давайте посмотрим соответствующую соответствующую мою значит публикацию которой я вас информировала о том что у вас есть у нас по фондовым индексом точки входа на продажу нет смотрите значит я написала все это 29 августа и вы можете сами убедиться в том что по фондовым индексом точек фото в шорт нет о чем я проинформировала своих подписчиков закрытом телеграм-канале то есть жду подтверждений это значит что сейчас информация у нас такая что нет подтвержденных продаж рынки могут уйти и в обратную сторону то есть наверх поэтому не будем рисковать не будем шортить и в принципе не в закрытом канале не публично я больше на этот момент не обращала внимание имею ввиду на продаже почему потому что у нас произошло ланговое перекрытие которое показало что у нас импульс вниз который был 24 августа нивелировался поэтому шарты себя не подтвердили и фондовые индексы ушли в сторону поджаться наверх таким образом показали отмену отмену шартового сценария так ребят ну если вы желаете получать от меня всегда апдейты моих публичных торговых рекомендаций можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал мария кухта и будьте всегда в курсе если допустим рынок не подтверждает до какие-то торговые моменты если нет точек входа если нет соответствующих комбинаций так дальше все это в закрытом канале обязательно я информирую своих подписчиков и иногда могу и публично публично тоже написать своем телеграм-канале мария кухта трейдер так это что касается фондовых индекс на примере s&p 500 показала показала анализ соответствующий и давайте посмотрим следующие публичные мои торговые рекомендации то есть те что были 31 августа out use the end the day use the покупка и доллар иена на продажу давайте посмотрим графики начнем с австралийского доллара и так австралийский доллар значит у нас закрывается четверг 31 августа я записываю обзор с торговые рекомендации на покупку по out use the в моменте мы себя отлично отработали в пятницу то есть если посмотреть на часовой таймфрейм вы увидите что сначала инструмент ушел наверх достиг своего предыдущего максимума то есть сопротивление в районе 0,6520 оттестировала его локально и как я уже сказала мы в первом блоге сегодняшнего обзора да мы отбились от этой ценовой зоны и показали локальное давление вниз но это давление вниз не повлияло на дальнейший сценарий на дальнейшую картинку по данному инструменту и соответственно лонги в силе лонги актуальны но те лонги которые я рекомендовала открывать на ранее они себя в моменте отлично отработали в виде интердей роста по австралийскому доллару новозландский доллар то есть тоже посмотрим из да и usd даже еще лучше вырос интердей да то есть если смотреть по отработке то смотрите у нас открывается 1 августа 0,5960 примерно ценовой уровень где мы торговались и 0,6015 то есть больше 50 пунктов по четырех знаку движение наверх мы с вами увидели по nzd usd интердей отработка отлично то есть если вы торгуете внутри дня вы могли уже неплохо заработать тем более что мы протестировали предыдущие максимум 0,60 с копейками здесь можно было часть позиции фиксировать по данным инструмента стоплост перевесив без убыток но если вы торгуете так как я то есть я торгую по паттернам я торгую по комбинациям для меня вот это движение пока было локальное то есть этого движения было недостаточно для того чтобы фиксировать сделку поэтому я дальше удерживаю покупки по nzd usd в закрытом канале у меня висит торговый сигнал на покупку и я считаю что у нас ситуация не изменилась ситуация актуальная ситуация на везландском доллару прошу прощения у нас лонговая и дальше дальше у нас подтверждают покупки по валютной паре nzd usd о чем я проинформировала вас в первом блоке сегодняшнего обзора где были свежие торговые рекомендации на предстоящую неделю поэтому отработка в лонг по nzd usd тоже отлично получилась интродэй в пятницу и доллар иена давайте посмотрим это еще один еще один инструмент который я вам советую торговать публично доллар иена в шорт 31 августа на моем youtube канале марии кухту трейдер тоже видео о торговой идее ребят если вы не смотрели можете посмотреть и убедиться в том что действительно я вам советовала открывать шарты по доллар иене в силу того что у нас здесь был самодостаточный шартовый паттерн который показывал возможность дальнейших продаж дальнейшего снижения и это снижение мы с вами увидели в пятницу в моменте отлично отработали шарты 144 и 6 поддержку мы достигли оттестировали и как я уже сказала в первом блоке сегодняшнего обзора несмотря на то что произошел локальный выкуп в пятницу несмотря на то что мы вот так в моменте чуть-чуть выкупились да по данному инструменту но отмена шартового сценария нет пятничная дневочка это внутренняя дневка в рамках предыдущего давления то есть внутренняя дневка которая подтверждает предыдущее шартовое движение поэтому шарты актуальны шарты в силе и о чем я проинформировала вас в первом блоке сегодняшнего обзора когда давала соответствующие торговые рекомендации в том числе и на продажу по валютной паре доллар и иена видите как отработались мы публичные торговые рекомендации по валютному рынку да интернет работка произошла неплохая в пятницу и несмотря на то что как-то у нас рынок еще решил донабрать торговые позиции да и по австралийскому доллару и по новозландскому доллару и по доллар иене но тем не менее отмен сценариев у нас нет по этим инструментом я рассматриваю продолжение ослабление американского доллара против соответствующих валют и дальше дальше думаю что с понедельника уже можно пробовать работать на продажу по доллар иене на покупку по аут юзда и на покупку по инзиде юзда ну что ж ребята у меня на сегодня все если вам понравился сегодняшний обзор поставьте пожалуйста лайк не забывайте подписаться на мой youtube канал мария кохту трейдер для чего для того чтобы всегда получать актуальные торговые идеи от меня с анализом основных финансовых инструментов с торговыми рекомендациями видите что если вы подписаны на мой youtube канал вы видели свежие торговые рекомендации по аут юзда и по доллар иене то есть четверг 31 августа поэтому подписывайтесь будут хорошие какие-то идеи буду записывать обзоры но скажу что больше торговых идей больше торговых рекомендаций с сопровождением с ценовым уровнем постановки стопа где нужно фиксировать часть позиции так дальше все это я предоставляю для подписчиков своего закрытого телеграм-канала вип мария кухта поэтому желаете от меня получать больше торговых рекомендаций больше торговых идей больше торговые аналитики подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал вип мария кухта где я анализирую ребят все рынки отбираю торговые формации значит используя свой авторский подход к анализу рынка по своей стратегии защитный трейдинг значит если импонирует мой подход к анализу рынка если вам нравится мое понимание рынка вы можете записаться на индивидуальный курс обучения ко мне если интересно обучение пишите мне в личку все мои контакты есть под видео обязательно отвечу на ваши вопросы и предоставлю всю информацию как по обучению так и по торговым сигналам поэтому если интересно обращайтесь ребят не забывайте подписаться на youtube канал мария кухта трейдер не забывайте подписаться на мой открытый телеграм-канал марии кухта трейдер как вы сами убедились что я вот по поводу фондовых индексов да я проинформила ребят ребят подписчиков своего открытого телеграма канала марии кухта трейдер то есть я написала о том что по фондовым индексам точек входа на продажу у нас нет поэтому подписывайтесь и будете получать от меня актуальную информацию как по моим публичным торговым рекомендациям так и время от времени как я уже сказала буду записывать обзоры с аналитикой торговой и с торговыми идеями свежими но соответственно больше торговых идей в закрытом канале вибрая кухта интересно пишите в личку все информацию предоставлю и информацию по обучению тоже предоставлю вам в индивидуальном формате всем спасибо за просмотр ребят благодарна за ваши предыдущие комментарии вопросы отзывы реакции я напомню о том что вы можете задавать свои вопросы в комментариях если есть вопрос по рынкам если есть вопрос по каким-то инструментам которые вы торгуете пишите тикеры в комментариях и обязательно отвечу на ваши вопросы проанализируйте инструменты которые вам интересны в своих следующих обзорах буду благодарна за свежий фидбэк буду благодарна за свежие ваши отзывы реакции за комментарии за вопросы за репост всем хорошего дня прибыльной торговли и до скорой встречи а